Если бы вы были славой КПСС Зачем? Я бы сказал Мавсалей Зачем? Наблюдал бы за небом и за этим памятником Зачем? Антихан! Господи, что вы себя позвали? Ленину 10 из 10 Ленин 10 Что бы это могло значить? Нормальный человек задает себе один вопрос Зачем? Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля- Я в Выксе. Приехала я сюда на фестиваль ежегодный и хочу поговорить с разными художниками и артистами. Что вообще они думают о памятниках Ленину? Ну, я как бы со своей темой. Стоит ли, может быть, задумываться об этом или все, это уже ушедшее прошлое и нечего вспоминать, просто оставить это как есть. Вот такой нашла прикольненький пень. Без понятия, что это. Памятник Горькому. Сначала подумала, что издалека что-то может быть Ленин, но мало ли. Вот такой у нас Горький. И вот такой постамент под Горького. Что-то он какой-то несеразмерный. Где-то там, в этих деревцах, стоит наш Ленин. Мало того, что я сегодня одна и у меня нет ни партнерши, ни партнера, кто бы помогал мне снимать этот выпуск, так Ленин еще и оказался, блин, внутри какого-то парка. Все это за забором. Он такой, малыш, просто топ. Ну вот перед нами памятник Ленину. Да. Из самых таких основных факторов. В общем, памятник выполнен в полный рост Ленина. То есть прям совпадает сантиметр в сантиметр. Все. Из интересных фактов больше ничего. Если бы тут пройти сейчас по главной дороге, по Ленину, к Малой Церкви. Тут будет стоять Малая Церковь, и вот рядом с ней будет стоять памятник Ленину. Кстати, вот это да. А так, ну, стоит и стоит. И смотрите, красиво, как сделали его за него клумбы, разбили. Вот не везде. У меня есть малая родина, Медынь, в Калужской области. Там тоже стоит. Хотя он такой, на самом деле, маленький город. Это как свидетельство о том, что про этот город не забыли. Забывали парк. То есть если есть памятник, 100% есть парк. Это хорошо, я считаю. Например, в Медынь, мне кажется, парк никогда бы не появился, если бы не памятник Ленину. Многие же города вообще в целом, у них появилась своя жизнь. Они стали городами благодаря Ленину. Кто-то там задается вопросом, о, Ленин, это здорово. Ленин, это классно. Это хорошо, что это его памятники. Ну, например, там, мавзолей в центре России. Это, например, вопросы у кого-то вызывает, да? Ну, я не знаю. А вы были, кстати, в мавзолее? Я был. Ну, это было так, что, то есть я, как бы, я захожу, я захожу, так, это было настолько быстро. Я просто увидел, я даже, я плохо вижу просто. И я, как бы, прохожу, я просто вижу, что тут оранжевое просто вот так в центре светится. И мы быстро прошли, не особо разглядел. Но там очереди большие, люди ходят. Это же бесплатно вроде, да. Ну, я думаю, пока это не пережиток прошлого. Наши истории. Существует дискуссия, как бы, сносить, не сносить. Ни в коем случае. Это как раз оригинал в... Как сказать? Оригинальный, настоящий, образ настоящего человека. Ну, настоящий, образ настоящего человека. Здесь стоит. А то, что их так много по всей стране. Ну, может быть, один, или... Вот именно таких вот, чтобы именно в том, 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 в том. Их единицы. власть менялась а вы как думаете возможно смотрите в европе по многому эту причину власть меняют но поведите не сносили они оставляли для потом ставили свои новые а как вы думаете возможно ли если вы говорите такова русская душа возможно ли что в россии случится снос памятников ленина зачем не не зачем а возможно ли но человек нормальный человек задает себе один вопрос зачем если он находит на него если он находит на него ответ такой хочу он не устраивает ну спросить зачем если найдете себе то это достать не найдете значит оставься в покое не выставили него если вы допустим памятники снесут вы расстроитесь или нет но не скажем так что прям буду плакать и сильно расстройся но хотелось бы хоть что-то осталось например с того времени к чему мы привыкли чему мы относились хорошо и детям понятно что сейчас современные технологии детям этого далеко не понять но хотелось чтобы они хоть что-то знали то время в школе нам говорили что это вошь что надо к нему стремиться да много было и субботников честь него и показательные он у нас был в книгах по литературе на первой странице то есть я думаю что это все таки больше положительные моменты чем отрицательные памятник не ленина здесь бы стоял а вот кому бы можно было поставить очень хотелось побольше чтобы были людей именно того города где они живут местных жителей у нас очень хорошо династии баикиных есть которые занимаются у нас краеведением вот очень приятно было бы их при жизни памятник очень хорошие люди в культуре работает у нас есть абрамов который хороший музыкант работает в музыкальной школе то есть вот такие хотелось людей увидеть своих это было бы отрадно это была бы гордость за нашу выксу довольно таки известный факт что ленин не очень хотел чтобы ему устанавливались памятники и его личность как-то возвеличивали а и крупская после смерти ленина писала что не нужны никакие монументы вокруг много еще нищеты давайте не будем тратить деньги на то чего ему не хотелось но в нашей стране что-то пошло не так как обычно люди так хотели выразить свою благодарность по всей видимости а и в каждом месте начали задумываться о установке хоть чего-то в иксе поначалу установили два бюста к десятой годовщине октябрьской революции пришла спонтанная идея поставить серьезный памятник уникальность этого памятника в том что выполнен он по модели модельщика чугунно-литейного цеха верхнего завода то есть это не просто где-то спустили и привезли эту штампованную скульптуру за это взялись сами рабочие этого завода задача очень ответственная выбрали самых лучших работников звезд завода был там такой я лаврентий семенович кочнев а самоучка вспоминали что-то бог это не невероятный умелец он мог учинить все у него в руках оживали старые часы он владел там и акварелью и маслом и рисовал круто и в общем он просто был одаренным человеком вот так вот про него говорили я верю вот доказательства а мне нету нету прячет смотри реально прячет еще хитрая белка девочки а вы специально для фестиваля сделали или что вы думаете про ленина а почему ленин хороший человек ленина 10 из 10 за что а за плохое он не совершал ничего плохого что ладно будем надеяться что у него действительно ничего плохого не было кому можно было бы установить памятник вот сегодня да может быть есть какие-то кумиры бабушка я бы поставила тем людям которые мне лень которым не жалко потратить деньги другим короче волонтером кто помогает людям животным потом тем кто покупает у вас прикольные вещи и и бабушкам бабушкам дедушкам хорошим вам продаж пока пока да вам тоже я и И глаза ты закроешь, и станешь молить в тишине, Чтобы я возвратилась, вернулась хотя бы во сне. И не видя дороги, ты пьедешься в горе с твой путь. В сердце мое, без надежды меня дать. Несмотря на то, что каскад Викса существует уже два года, первый дейв каскаду состоялся в 2021 году с Ирой Петропольной. Появилось свое консолидированное сообщество, то есть у нас появилось две группы. И Викса уже рождает своих молодых художников. Ура! Памятник Ленина уместен сегодня, как вы считаете, в Иксе, в разных городах, вообще по всей России? Ну, мне кажется, что да, потому что это память какая-то. Очень большая часть нашего населения это сильно важно. Наверное, надо их поддерживать в хорошем состоянии, как и все любые памятники. Я не жила в это время, и как бы для меня это просто человек из истории, который что-то сделал для своего, скажем, племени, если это вождь. Вот, но лично я хотела, чтобы было бы больше памятником людям, которые сейчас уже живут, и чтобы их тоже уважали, потому что у нас в России, в Иксе, в Москве, в Нижнем очень много таких важных людей, которых тоже нужно заметить, вот. А, например, вот в Иксе, кому можно? Например, я бы поставила Кате Глотвиной художнице. Катя, а Света видишь, передаю тебе привет. Блин, очень круто, да. Катя, мы тебя любим. А еще Даша Ибешкова тоже очень-очень важный человек для ВИКСа, который замечает как нас, ребят, и вообще всю ВИКСу, и за ней следит. Памятник как концепция вам нравится? То есть вы бы ходили к этому памятнику? Конечно, конечно. Если этот человек был бы мне очень важен, и я знала, кто это, и что он делает для меня, для людей, и вообще для всего, то да, я бы ходила бы к нему каждый день. Я бы, если там еще была зеленая травка, я бы садилась бы в пикничок, устраивала бы, наблюдала бы за небом и за этим памятником, за историей. Честно, моя мнение? Да, честно, абсолютно вообще. Ну, мне кажется, это такое уже, типа, немного пережиток прошлого. Но, не, окей, они нормальные, но если бы не строился такой некий культ вокруг них. Какую бы личность мы могли установить памятник, чтобы было вот прям реально прикольно сегодня в внешней России? Не знаю, Путину. Да ну, это было бы прикольно. Это было бы угарно, типа, если бы их столько же, сколько статуй Ленина было. Мне кажется, это вообще невозможно, невозможно сделать. Ты вот проходишь мимо Ленина, памятника Ленину. Что ты чувствуешь? Честно, до какого-то времени я вообще ничего не чувствовал. Типа, не думал. Ну, именно в Иксе, я их в основном видел, у меня все время возникало такое непонимание. Даже помню, спрашивала мамы, почему тут памятник Ленина, который к вере не очень. И рядом прям церковь. И мама не могла мне ответить. Парадокс. Большевики ворвались достаточно дерзко в историю России, всего мира. И, в общем-то, никого не спрашивали, нужно ли им там взрывать церковь или нет. Не устраивали open talk. Давайте подумаем об этом. Ну, а просто творили, в общем-то, что хотели. Достаточно, в общем, агрессивно перекраивали культурный какой-то фон на тот момент российской, российского государства. Мы живем в постсоветском контексте, вот среди советской архитектуры, советскими памятниками. Ну, как бы это есть и есть. И Ленин как бы достаточно мощную и страшную движуху заварил. У меня бюст Ленина даже на столе стоял все время. Зачем? Просто был бюст и стоял на столе без какого-то подтекста. Если был бюст Пушкина, стоял бы бюст Пушкина. Поэтому... Ленин, естественно, далеко не самая актуальная сейчас фигура. Это актуальнее было там в 90-е, вот этот соцарт, который поп-арт по-русски, где вот стало можно шутить, что ли, над всей советской номенклатурой и стилистикой. Ну, и вот там Хомор и Меламид, Звездочетов, это различные представители соцарта. Они делали проекты, и это было как бы на тот момент, мне кажется, достаточно свежо, что вот Союз распался. На этих руинах осталось только и шутить, типа, про то, что это было. Памятник Ленина уже наделён немного другими качествами, нежели те, которыми он уделяли, когда их виза ставили. Вот, интересно. А какими он сейчас наделён качествами? Ну, не знаю. Есть просто уже много новых поколений людей, которые как бы совсем по-другому воспринимают. Поэтому это уже часть их, а не того, что было раньше. А им это надо? То есть они-то это не выбирали, получается, их не спрашивали? Ну, не спрашивали, но, мне кажется, в этом есть что-то такое забавное. Не знаю. А для вас? В тот же раз, когда я вижу дядю-дядюшку Ленина, мне всегда прикольно. Скажем так, он как бы у меня не вызывает вот этого всего груза, как бы, ощущений, связанных с всём, да? Поэтому классный дядька. Если бы мы говорили про памятник Сталину, конечно, наверное, я бы ответил что-то другое. А вот у вас вызывает хорошие эмоции, но это образ именно Ленина, сама личность у вас вызывает положительные эмоции? Ну, это мыслитель всё-таки, в первую очередь. Ну да, почему нет? Когда жил Ленин, тогда же было в Хутемасе, и Ленин также дал своё благо на то, чтобы в Хутемасе развивался и всё современное искусство и авангард. Потому что без Ленина, конечно, ничего бы современного, ну, такого, такими темпами, конечно, не пошло бы. Насчёт памятников того, что они будут установлены, как и раньше, везде, ну, это было бы, конечно, странно. Но, с другой стороны, когда ты видишь снесённые памятники к Ленину, это такая история, с одной стороны, про уход эпохи, а с другой стороны, про утрату. У меня нет какой-то эмоциональной привязанности к Ленину, как к личности, но памятники всегда делал кто-то. За памятником стоит скульптор, который переосмыслял личность Ленина, как Кербель делал много памятников, да? И это считается объектами искусства, независимо от того, кому они были сделаны. Поэтому, конечно, это про утрату больше какую-то художественную с точки зрения вот именно художников-скульпторов. Кочнев сделал деревянную модель памятника, и получилось настолько классно, что руководство завода приняло решение показать эту модель Луначарскому и Крупской. И они все отправились в Москву. Луначарский посмотрел с интересом и спросил, а где автор учился. Лаврентий Семенович растерялся настолько, что этот вопрос для него был даже сложнее, чем само исполнение этой модели. И в итоге он ничего толком не ответил. На самом деле ему предлагали обучение в Москве, но из-за возраста, болезней. Так в Иксе оставался, но потом переехал на родину свою малую, в Дивеевский район. А самая деревянная модель долго находилась у малого зала ДК и впоследствии была передана в клуб кирпичного завода в Ферюсихе. Ну хорошо, модель готова. Но форму для отливки делали другие люди. В общем, поручили форму эту Стулову, Ивану Ивановичу Стулову, как настоящему профессионалу своего дела. Но у него там что-то с головой не получалось. В итоге ему с этим помог Муфтюлев. Считается, что литейная форма это самое главное звено вообще во всем изготовлении этого памятника. Потому что если литейная форма надежная, хорошая, тогда заливщики справятся. И 7 ноября 1927 года был открыт этот памятник возле строящегося ДК Металлургов. К сожалению, эту историю не все знают. По крайней мере, из тех, кого я просила здесь, люди рассказывают факт памятника Ленину такого же размера, что был и Ленин, собственно, в его рост. Но ничего больше они не рассказывают. Зато висит табличка. Это очень круто. Это реально очень круто. Как вы относитесь к памятникам Ленина? Негативных их слишком много. Я считаю, что этот человек не заслуживает такого количества памятников. Почему их не сносят тогда? Не знаю, почему не сносят. Наверное, закрепился лучше в глазах людей. А кому тогда можно поставить памятник? Я думаю, можно поставить памятники новым. Всяким политикам, которые вносят большой вклад в развитие страны. Я считаю, что на местах памятника Ленина, где стояли памятники деятелей прошлого, царей, генералов, думаю, нужно их восстановить. Петрозаводский, Петра снесли, поставили Ленина. Петр достоин, чтобы его ставили, памятник ему ставили. Да. Тоже неоднозначная личность. Ну и что? Может быть, не сносить, а как-то переработать, может быть, сделать из этого арт-объекта. Столько красной краской покрыть. Красной краской. История такая вещь, ее можно преподносить очень по-разному. Можно выдирать вещи из контекста и говорить что-то очень хорошее или что-то очень плохое про исторические фигуры. Я бы не сказал, что только Сталин, какой-то красный диктатор. Так же можно и про Ленина. Тоже очень неоднозначная фигура в истории. Революция, кровь, такие же репрессии, гражданская война. Наверное, любой правитель, особенно в нашей стране, с непростой историей. И это такая фигура очень неоднозначная. Да, а стоит ли тогда вообще ставить памятники политическим фигурам? Эти памятники ставили не мы, не наше поколение. Говорят, что это все было неправильно, но это нечестно по отношению к тем людям, которые это сделали. Имеем ли мы вообще право выносить вот это все на суд какой-то? У вас есть любимый памятник? Очень нравится мне памятник Достоевскому, который стоит у библиотеки в Москве. Я бы хотел, на самом деле, чтобы памятники ставили с писателем. Вот старенький, пожалуйста, очень большая моя просьба. Например, я считаю, что очень мало памятников Антона Павловича Чехова. Я считаю, что ему памятник должно быть просто бесконечным множеством, особенно на его родине, особенно в Мелехово, там вот в Москве, там, может быть, в Таганроге, где он родился. Вот там это было бы шикарно. Писатель Достоевского, очень мало памятников, очень-очень мало памятников. Ну, Пушкина много, хотя можно еще больше, но я думаю, что... Да, Ленина больше, чем Пушкина. Ну, понятное дело, да. Очень нравится мне памятник Глине, которая... Да, которая у этого... Гидроэлектростанции второй, да. Мне очень нравится, на самом деле, многие... А, нравится Пётр Первый, флот, флот. Но он очень исполинский. Исполинский памятник мне просто очень нравится. Ленин как арт-объект. Это прикольно или нет? Если это происходит на время фестиваля, наверное, это здорово. Потому что тогда сразу появляется настроение у города. Да, да, да. Сразу понимаешь, что здесь что-то происходит. Мне кажется, что это здорово. Чтобы это было как бы постоянно... Не знаю, потому что любой дурак может прийти и так нарисовать, тоже не очень. Есть мемориал, могила у Джима Моррисона, известного очень музыканта эпохи 60-х. Она в Париже. Там, если зайти на вот как раз кладбище, где он похоронен, зайти, там сразу скажут, Джим Моррисон там. Я там не был, но просто у меня были знакомы, которые ездили. Ты приезжаешь, и она вся настолько сильно исписана, что уже с собой таблички не видно. И ты вот думаешь... Спорно, да. Да, тяжело, тяжело. Но вот на арт-объекты, я думаю, что это здорово. Ну тоже, чтобы это было не вульгарно как-то, не богохульно, не чтобы это просто как бы... Богохульно, так точно с Лениным. Ну да, нет, я не про него конкретно, я просто почему-то меня вспомнилось... Я учусь просто в театральном училище Кириллу Мефодию, у меня памятник там есть, у меня сразу ассоциация. Ну вот, чтобы, короче, не портили, чему памятник посвящен. Привет. Для чего делали памятники? Для того, чтобы человек, который посмотрел на памятник, на памятную плиту, у себя в голове возродил образ этого человека. И вот этот образ человека, это является, в понимании древних едиан, душой. То есть вы посмотрите на памятник, у вас один образ, я посмотрю на памятник, другой образ. Получается, что душа этого человека, она частично живет в вас и живет во мне. И это очень важно. Интересно, хотели бы молодое поколение, чтобы частичка души Ленина жила в них? Ну, конечно, она живет в нас во всех. Во всех? Да, конечно. Ну, так как это является неотъемлемой частью нашей истории и наследственно передающейся какие-то ценности? Вот у меня, например, мне в школе давали грамоты, где был Ленин. Но для меня это важно, это грамота, это вот меня поблагодарили. Но там вот Владимир Ильич Ленин изображен. Возможно ли из Ленина, допустим, делать арт-объекты? В современном искусстве художник не создает объект, он создает ситуацию. И в этой ситуации, в любой ситуации, возникают сторонники одной теории, второй, третий. Так консолидируется общество, так поднимаются новые вопросы для обсуждения, которые, возможно, никогда бы не подняли, если вот не появилось какого-то объекта. Поэтому, ну, в современном искусстве это было бы интересно. Вы смотрите, допустим, на Ленина, которого сделал Катран, да, вот с этой жвачкой, и сразу появляется вопрос, что бы это могло значить, и почему? И ты смотришь, и переосмысляешь этот объект, и памятник уже с другой стороны, и думаешь, а, вот да, может быть, действительно какие-то вопросы есть. Я, наверное, уже проектов пять знаю, которые посвящены памятникам Ленина, и не все интересны. То есть кто-то фотографируется в каждом городе, собирает коллекцию, делает выставки. Кому-то это помогает даже чувствовать себя как дома, потому что куда бы ты ни приехал, есть константа в виде Ленина. А Ленины как арт-объект. Например, мы на выставке современного искусства, и если бы здесь стоял бы какой-нибудь красный или розовый Ленин, ну, были такие вариации. Это нормально или это все-таки, ну, что-то вот богохульство? Я вообще не считаю, что что-то в искусстве следует воспринимать как богохульство, потому что это все высказывания. Вот, и как бы, не знаю, сроки за искусство, какие-то антивысказывания. Мне кажется, не должно быть такого. Если, там, тебе это оскорбительно, ну, не смотри. Окей, но это высказывание. Другое дело, как ты к этому относишься. Ну, как бы. У меня было бы ок, если бы я увидела розового Ленина. Я бы не покраснела, не знаю, не сделала бы, господи, что вы себя позвалили, но нет. Может ли в России произойти вот что-то такое радикальное по типу, как со Сталином? Снесли памятники Сталину. Убирая, нужно предлагать, иначе вот будет тот вакуум образовываться, и вот опять нужно будет чем-то срочно восполнять. И работать, конечно, с этим нужно тонко. Но приотносительно Ленина я бы как сделал. Кстати, тут же опять его мавзолей появляется. Да. А ты был мавзолей? Да. Тебе понравилось? Ну, удивительный, мне кажется, опыт. Я просто такого же мнения. Он же светится изнутри. Ты видел? Да, я увидел. Он, похоже, был ангелом революции. Изнутри. Не снаружи он светится. Изнутри. Вот та, то нагнетение, которое создано вот в мавзолее. Да, это солдатчик. Короче, мавзолея оставляем точно. Нет, я бы подошел к этому, к такому очень масштабному арт-проекту. Я бы взял мавзолей и перенес его в чистое русское поле, в пустое. И он бы стоял в этом поле один, а все памятники Ленина стояли вокруг него. И он памятник Ленина сейчас с рекой куда-то показывает, и показывали его самого. Будет такой вот парк имени Ленина. И это будет, опять же, достопримечательность достаточно яркая. Так прям люди не ездят сейчас по городам, чтобы посмотреть памятник Ленина. А если там будет сотни этих памятников, тогда поедут. И плюс, опять же, мавзолей там будет. Вот как-то так надо работать. Не просто все сносить, а снося, нужно что-то чем-то заполнять. Не сейчас. После концерта можно? Слава, что вы думаете про памятник Ленину? И там могла бы быть я. Это я там должна быть. Все после концерта. Все после концерта. Они что там? Сколько-то отбашляли попросили? Сколько субботы. Я просто не знаю. Я считаю, что вообще с памятников Ленинов можно было начать перестать уничтожать памятники, потому что их же все время уничтожают. То есть были сначала цари, царей всех снесли, там Ленина поставили. Сейчас тоже Ленинов убирают и, вероятно, будут какие-то другие. Можно все закончить вообще. Ну, в плане вот этой циркуляции памятников и относиться, и принимать. И у меня был проект, чтобы не уничтожать их, а их как-то модернизировать. Потому что там, например, если есть какой-то памятник солдатам или пионерам, брать на 3D принтере и допечатывать какие-то детали, и делать их как-то более актуальными. Проект должен был быть на фестивале расстояния. И там, когда OpenCall был, мы подавали заявку, но он просто не подходит туда по формату. Да, я вот смотрю на это и думаю, ну ладно. Мне кажется, он вообще не выйдет, он тут так вот ушел. А, да, да. Мне передали, что после концерта Слава КПСС очень застеснялся дать мне интервью. Слава, не переживай. Во-первых. Во-вторых, не нужно стесняться. И мы еще успеем поболтать. Вообще не парься. Короче, я взяла интервью у твоих фанатов, потому что я подумала, что твои фанаты знают тебя, может быть, даже лучше, чем ты сам знаешь себя. Если бы вы были Славой КПСС, что бы вы думали о памятниках Ленину? Я думаю, ему очень нравятся памятники Ленина. Да? Да, очень сильно. Он бы завидовал такому. А если можно сфоткаться, пожалуйста? Нет, договоримся. Мы попробуем договориться, но... А еще у нас слайм есть как подарок ему. У нас куча плаката. У нас куча подарков. Покажи плакат, конечно, давай. Это лайм, подарок. Это подарок, это подарок. Блин, офигенно, офигенно. Девочки, вы молодцы, реально, вы молодцы. Славе, мне кажется, все равно на наши памятники, хотя не знаю. Да? А может нет? Надо с ним поговорить просто. Мы пытались. Ему не все равно только на питерские памятники, но на самом деле все равно. Но если он еще раз приедет, скажите ему, чтобы он улучшил их. Ладно, Слава, лучше, пожалуйста, память. Отчихай! 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 Спасибо. Ладно. Спасибо всем, кто поддержал нас на планете. Мы благодарны и рады любой помощи. Продолжение следует... Продолжение следует...